Ну что, похоже, что ситуация с выборами затягивается и пока мы все еще не знаем, кто станет новым президентом. Всем добрый день, с вами Исааков Роман, компания «Адбирал Маркетс» и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы, конечно, поговорим о текущей ситуации с выборами, посмотрим текущее положение и оценим шансы обоих кандидатов. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео и вопросы, конечно, оставляйте, как всегда, в ваших комментариях. Итак, давайте посмотрим на карту текущего положения дел. Еще идет подсчет в ряде штатов, пока Байден лидирует. У него 264 голоса выборщиков. По общему голосованию у него 73,5 миллиона, у Трампа 69,6. Но, опять же, пока это ничего не значит. В прошлый раз Трамп победил с меньшим количеством проголосовавших за него, а уже выиграл по итогам голосования выборщиков. Итак, у нас остается несколько штатов, которые пока все еще не отдали свой голос. Это Невада, это Пенсильвания, это Северная Каролина, Джорджия. И, собственно, здесь расклад сил он следующий. В Неваде. То есть здесь у выборщиков 6 голосов. Пока лидирует Байден. Еще обработано 84% бюллетеней. И, соответственно, пока, в принципе, этого будет достаточно. То есть Байдену достаточно победить, собственно, в Неваде. И на этом все закончится. А с другой стороны, то есть сейчас, чтобы победить Трампу, фактически ему нужно одержать победу во всех штатах, которые еще голосуют. Ну, также вот есть Аляска. Там всего лишь 3 голоса для выборщиков. То есть, конечно, основные это Пенсильвания здесь 20, Северная Каролина 15, Джорджия 16. И, ну, как я уже сказал, то есть Невада 6. Соответственно, здесь Трампу нужно побеждать. И по предыдущим мы видим, что в Пенсильвании лидирует Трамп. В Северной Каролине пока лидирует Трамп. И в Джорджии тоже лидирует Трамп. Ну, вот здесь как раз остается под вопросом Невада. Потому что все остальные пока по предварительным данным, опять же, по предварительной информации лидирует Трамп. Поэтому все возможно. Ждем. Вполне вероятно, что мы еще и в понедельник не будем знать, кто станет новым президентом. Потому что обрабатываются голоса. И Трамп вряд ли, собственно, сможет принять свою непобеду разумно. Потому что сейчас, опять же, если посмотреть на Твиттер Трампа, огромное количество твитов прекратить отчет. Собственно, он предложил то, что все подсчеты после дня выборов их не учитывать. Да, ну, вероятно, это сыграет ему на руку. И, конечно, он продолжает, опять, несколько часов спустя, опять остановить расчеты. И здесь, конечно, вряд ли он сдастся просто так, даже в том случае, если победит Байден. Поэтому ситуация очень интересна. Но пока рынки воспринимают это позитивно. Давайте сразу же посмотрим по инструментам. Также, если разобрать несколько данных по предыдущей ситуации, именно макроэкономической. Конечно, сейчас выборы, в первую очередь, под прицелом внимания. Но, в целом, если посмотреть те данные, которые выходили также на этой неделе. То есть, мы видели снижение числа безработных на текущий момент. Ставку оставили на прежнем уровне, пока ее не планируют менять, до примерно сентября 2021 года. Ну, то есть, на ближайший год, скорее всего, ставка останется на нулевых значениях. Поэтому, в принципе, с точки зрения рынков, мы движемся в том же направлении, в котором мы были. То есть, это укрепление фондового рынка и ослабление американского доллара. То есть, пока все остается в рамках этих трендов. Опять же, как я и говорил, то здесь присоединение на довольно-таки волатильном рынке, особенно то, что было 4 ноября, было довольно-таки опасным. Поэтому, новую позицию здесь я не открывал. Но, в целом, мы видим динамику продолжения в рамках текущих трендов. То есть, евро подошел уже к церевым значениям. Конечно, покупать его сейчас уже поздновато. Но вот на коррекции, которые будут здесь появляться, я для себя, конечно, эту возможность тоже рассмотрю. По британской валюте. Также мы реализовали ближайшую цель. То есть, дошли до локальных максимумов, которые мы видели в середине октября. Следующие, конечно, цели роста – это максимумы, которые были в начале сентября, в конце августа сформированы. То есть, рост там в область 1.35. Здесь мы тоже можем рассматривать. Но с точки зрения часового таймфрейма, то есть, тот рост, который был, он уже фактически отыгран. Возможно, какие-то новые сюрпризы на рынке появятся. Мы увидим еще одну волну коррекции, которую как раз и будет иметь смысл рассмотреть разумно для присоединения по тренду, по данному активу. То есть, пара американский доллар, канадский доллар также реализовала свой сценарий. То есть, мы дошли до области минимальной значения сентября. То есть, как раз там я и ставил цели в том случае, если присоединяться к этому инструменту на продажу. Там мы уже и оказались. Но, собственно, как я уже говорил, то есть, волатильность на рынке была довольно-таки высокой. Ситуация была довольно-таки непредсказуема. Поэтому я здесь предпочел поставить в стороне, ну и, собственно, дальше уже искать новые входы после. По часовому таймфрейму, по паре американский доллар, канадский доллар, мы также продолжили нисходящие формации. Опять же, продавать сейчас не совсем разумно, потому что мы торгуемся на минимальных значениях. Вполне вероятно, что мы еще одну волну роста в этом боковике сможем показать. Вот от области, опять же, 1.3773. Я бы для себя тоже еще раз рассмотрел о возможности входа. Опять же, если станет понятно, кто выиграл, рынок это переварит, и мы вновь окажемся в этой зоне, то здесь я бы для себя уже заходил. Пара американский доллар, японская доллар опять же продолжает реализацию нисходящего сценария. Обновили локальный минимум, поэтому падение здесь продолжается довольно-таки планомерно. Опять же, сейчас входить неразумно. Если, опять же, брать входы по тренду, то здесь нужно дождаться коррекции. И из области примерно 105-105.30 уже гораздо было бы более интересно присоединиться к этой позиции. Тем более, сейчас мы видим некоторую перепроданность по данному активу, поэтому коррекция здесь вполне вероятна. Австралиец также реализовал ближайшую цель, обновил максимум предыдущего месяца. Следующий цель – рост в область 0.7439, максимум, который был сформирован в конце августа. Туда же мы и идем, и опять же, сейчас мы видим эту же картину по всем инструментам. Мы движемся в сторону тех трендов, которые были, которые мы видим уже в течение нескольких месяцев. Но сейчас в моменте вход, конечно, не самый разумный, потому что мы торгуемся по максимальным ценам за последние пару месяцев. Поэтому здесь, если уже входить по тренду, то нужно подождать. По Новозеландцу картина тоже плюс-минус похожа. С той же разницей, что здесь локальный максимум за этот год мы уже обновили. То есть мы уже торгуемся в области максимальных значений, которые мы видели и в декабре 2019 года. Поэтому здесь цели, собственно, по восходящему движению пока полностью реализованы. Поэтому ждем, и сможет ли цена закрепиться выше данных уровней, выше отметки 67.90, там, где мы торгуемся сейчас. И после этого уже на коррекциях также я для себя буду рассматривать входы. А золото. Вот золото вчера очень активно подросло. Мы дошли до области 19.950 долларов за тройскую унцию. Сейчас немного корректируемся. Но в целом общая динамика также сохраняется восходящей. То есть тут я для себя также планировал входы от области минимальных значений. Но не было хорошей цены для входа с точки зрения соотношения риска рыбы. Поэтому в эту позицию здесь я не вошел. Но в целом, да, мы обновили локами максимум октября. Поэтому коррекции, которые здесь будут, также буду рассматривать для себя для входа. Индекс DAX очень хорошо отрос. Очень хорошо отрос после как раз того падения, которое было. Но мы видели и рост в целом по фондовым рынкам. В том числе S&P 500 хорошо отрастал. Поэтому здесь фактически мы видим возврат уже в диапазон, который был последние пару месяцев. То есть это область 12500, где сейчас торгуется DAX. Поэтому здесь также мы видим продолжение восходящей формации. Ну, опять же, с точки зрения захода, не самая комфортная ситуация сейчас. Поэтому будем ждать коррекции и заходить. Ну, теперь S&P 500 более интересный инструмент, который фактически, по которому мы можем оценить поведение и взаимосвязь с другими инструментами. То есть рассматривая его как основной. S&P дорос до локальных максимумов, которые мы видели в октябре. Чуть ниже мы находимся локальных максимумов, которые мы видели в начале сентября. И фактически от исторических максимумов мы находимся всего лишь на расстоянии 2,5%. Собственно, туда же мы и идем. Конечно, рост еще на ожиданиях. То есть, в принципе, нужно было инвесторам, наверное, выдохнуть, чтобы начать вновь покупать рисковые активы, такие как акции, которые непосредственно подтолкнули котировки вверх и по S&P 500. Поэтому здесь, возможно, мы увидим остановку вблизи данных уровней. Конечно, шарти здесь я бы не стал, потому что продолжить рост мы также вполне можем. А вот если мы еще раз опустимся в область 3250, вот оттуда я бы рассматриваю как раз дополнительные заходы на продолжение роста. Ну и нефть марки Brent. Здесь мы видим попытки восстановления. В принципе, октябрь выглядит довольно-таки позитивно для нефти. Ну, по крайней мере, открылись. И с первых чисел ноября мы пока видим продолжение роста. Вполне вероятно, что это может поменяться. Тем более сейчас, с точки зрения часового таймфрейма, мы видим еще одни попытки начала коррекции. Особенно это связано с тем, что учащается количество случаев, учащается количество локдаунов. Поэтому здесь, конечно, спрос на нефть опять начинает снижаться. И это все отражается на котировках, конечно, нефти. Пока, с точки зрения часового таймфрейма, пока мы можем предположить, что начинается еще одна волна снижения. С целями до 1.35, до 1.34 мы вполне можем скорректироваться. Это, я говорю, цифры по CFD на нефть марки Brent. Ну что, к сожалению, пока к пятнице, как мы планировали, мы не узнали, кто станет президентом. Но я думаю, что мы узнаем на следующей неделе. И, в принципе, ноябрь в этом плане обещает быть довольно-таки интересным. Поэтому мы обязательно продолжим следить за этой ситуацией. Продолжим ее освещать. Ну а в целом мы видим, если резюмировать, то после как раз 3 ноября мы видим такой небольшой, наверное, приток энергии на фондовый рынок. Индекс ВИК снижается. В свою очередь, ДСНП продолжает расти. Продолжают вновь расти акции. Что может говорить о том, что пока инвесторы воспринимают текущую ситуацию позитивно. Хотя неопределенно все еще остается. И оба кандидата, как мы разбирали в самом начале, могут победить. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы оставляйте мне в комментариях. Но мы с вами увидимся в понедельник и посмотрим, как ситуация-то поменялась и как это может отразиться на финансовых рынках. Всем спасибо за внимание и до свидания.